Привет, мудрецкой братве, A.K. Crazy Russian Cincinnati, крутейшего штата Огайо, Като. Не каждый день у нас кто-то добавляет, наверное, в свой состав. Я люблю очень Като, потому что я не считаю болты, как некоторые делают. А подавляющее большинство вот этих некоторых обычно ничего не покупают. Но они причмаривают производителей. Сделано в Японии до сих пор, что удивительно. И ничего особенного в этом... Ну, видно багажная такая. Есть другая, сейчас я быстро гляну, по-моему, это что-то другое. Ну, мы сейчас заодно посмотрим, если это другая. Иногда ставят несколько багажных. Ну, та же самая модель. Так. Сейчас открываем. Вот. То есть, все здесь сделано четко, но, может быть, в прототипе не всегда будет прям вот супер какая-то там деталировка. Ну, во-первых, каплеры эти сразу меняются, потому что это какие-то катовские пластмасски. Они работают только с кату. Они причем не имеют никакой механики. Сейчас в стороночку. Никакой механики не имеют. Это просто такой защелк. Ну, намертво. То есть, если вы делаете какие-то маневровые работы, вам нужно эту штуку поднимать. По-другому расцепить это невозможно. Ну, есть всякие такие мелкие огрехи. Я еще раз говорю, что не принципиально. Вот чуть-чуть перетянуты это. Перетянуты, к примеру. Винтик. Ну, вот чуть полегче теперь. Уже подведены токосъемники. Видите? Металл. Такая вот классная вещь. Туда, наверное, закатывают всякие тележки. Да, имеется вот такой вот пружинки. Наверное, вот эта пружинка чуть-чуть помощнее. Видите? Чтобы был, ну, как типа рессор, наверное. Да, если какой-то imperfection не очень четко, то будет. Катовский такой вот. То есть здесь нужно поработать с этим каплером. По-моему, Кейди не имеет прям вот такую замену напрямки. Но, тем не менее, если у вас между этими вагонами, у вас как они стоят, только отцепляется локомотив, ну, поставите на локомотив каплер, который работает кулачковый. Вот так. Краска всегда безупречная. Выглядит Като прекрасно. Они дубовые в хорошем смысле, в отличном смысле слова. Их можно катать вообще там, не укатаешь. Металл. Катовские колеса классные. В общем, вот такая вот моделька. Есть еще локомотивчик без DCC. Я обязательно обозрию его. Он тоже, по-моему, из этой же фазы. Они называют фазы, да? Ну, вот раскраску. Не моя любимая раскраска. Я более люблю современную, где они поменяли такой голубой цвет на более темно-синий. Вот. Но локомотив стоит посмотреть. Вам, ребят, успехов. Всего наилучшего. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok.